Вводное занятие по машинному переводу. Сегодня мы поговорим о маленьком-маленьком кусочке этой большой подобности обработки естественного языка, который у всех вызывает живой интерес, который имеет совершенно очевидные приложения и всем понятно. С мотивацией все очень хорошо. Я думаю, что многие пользовались, чтобы проверить себя или чтобы ускорить процесс перевода чего-нибудь, выполняя домашнюю работу по английскому, чтобы себя проверить, надеюсь, что-нибудь, да что угодно, ради любых дел и развлечений. Я думаю, что многие открывали страницу каких-нибудь больших поисковиков, у которых есть свои переводчики хорошего качества. Кто-нибудь, может быть, даже пользовался инструментами для автоматической поддержки перевода, да, Computer Aided Translation. То есть вам, допустим, вы занимаетесь переводом, у вас есть окошко, в котором написан текст, который вам нужно перевести, и окошко, куда вы хотите вбить перевод. Ну, допустим, отдельного предложения, и вам, не знаю, специальный тул подсказывает, какие слова как переводились, соответствующие в предыдущих текстах, или, допустим, тупо применяет какой-нибудь известный переводчик и выдает вам какой-нибудь грубый и плохой перевод, чтобы вы использовали его как основу. Вот, например, был хороший такой инструмент, Google Translate, который вот как раз, по-моему, завтра закрывают официально. Не Google Translate, а Translator Toolkit. Google Translate, конечно, не закроют. Вот. И... Ну, есть и более удобные инструменты на рынке, но, как правило, все-таки платные. Вот. Я думаю, не знаю, если вы сидите в Твиттере, то, допустим, натыкаетесь на Твиттер какого-нибудь там вашего любимого ученого из страны, языка которого вы не знаете, вы можете посмотреть, скажем, бинговский перевод Твита, и это поможет хоть как-то, даже если он очень плохой, в смысле перевод, хоть как-то схватить суть, да. Короче, помогает нам перевод в путешествиях, в работе и понятная задача. Кроме прочего, конечно, он часто используется как дополнительный шаг предобработки, да. Вот у нас с вами есть домашняя работа по хинди, с твитами на хинди, где, по-хорошему, было бы полезно все-таки применить какой-нибудь там, если не переводчик, то транслитератор, да, например, чтобы в Диванагаре перевести, может быть, если захотите, а может быть, нет. В общем, задача нужна не только, не знаю, для конечного пользователя, для переводчика, для нас изо дня в день, но в том числе, как некоторый шаг перед предобработкой для других задач. Вот. Ну и надо сказать, что есть такое название, как «Fully Automated High Quality Translation». Звучит как фантастика, несмотря на то, что в последнее время перевод все лучше и лучше становится, во многом благодаря диплёрдингу, конечно, все-таки это очень близко к фантастике, и, как правило, если кто-то заявляет, что у них «Fully Automated High Quality Translation», он либо врет, либо это для каких-то очень специфичных текстов, где там, не знаю, какой-то специальный формальный, формальный в плане стиля, а не математики, язык. Вот. Но надо еще сказать, конечно, что сложности миллион. Почему там, ну сложно представить идеальный машинный перевод, какой бы оптимизм ни был в истории компьютерной лингвистики. Ну вот, например, в некоторых языках просто нет слов для отдельных понятий. То есть там нет понятия просто брат, там вообще сиблинг. Насколько я помню, там есть только старший брат. То есть там вот обязательно нужно сказать, кто старший, а кто младший. Количество слов для разных видов объекта может отличаться, да. То есть в одном языке, не знаю, два слова для оттенков снега. В чукотском там их очень-очень много. Я не стал искать число. Ну, в общем, посмотрите, это интересно. Нет, иногда нет четких границ слов. Иногда мешают какие-то особенности того, какая бывает вариативность на письме у носителей. Вот тот же в домашней работе, я думаю, открывали датасет по классификации, там дедлайн же уже скоро. И там очень своеобразное написание. То есть если, ну, стандартный скрипт, да, то есть стандартное написание хинди, это такие красивые закорюшки. И когда вот это вот письмо, по-моему, звуковое, переносится в латиницу, ну, есть несколько разных способов перенести. Ну, и вот в том виде, в котором там они пишут в Твиттере, ну, бывает сложно понять, что это именно за слово, да, потому что по-хорошему букв должно быть больше или каких-то там акцентов, значков. Есть несколько систем перевода в латиницу, вот. А то, что они в Твиттере, они сами понимают, что пишут, там другие сами понимают, что пишут, но вот такого корректного перевода обратно, однозначного, в общем-то, нет. И, ну, вот в какие-то вот такие довольно обычные и мешающие и в других задачах, ну, мешающие, в других задачах вещи, они мешают в машинном переводе. Синтаксис может сильно отличаться, и вместе с ним на нашу голову падают и все проблемы с неоднозначностью, и всеми такими делами, которые мешают синтаксическому разбору, сюда же, в эту же копилку, в машинный перевод. Вот. Ну и очень многие вещи, бывает, зависят от контекста, и выучить это, ну, там, не знаю, вот, может, могут нести одно или несколько значений, да, и мы можем... Системе машинного перевода может быть очень трудно это выучить. Вот. Ну и есть, знаете, есть, ну, стандартные, самые стандартные переводчики, в смысле, системы машинного перевода, которые обучают их, обучают на предложениях. Мы с вами сейчас посмотрим на формализовку задачи, но часто бывает, что смысл предложения зависит от контекста документа. То есть какие-то конкретные слова в них нельзя переводить там совсем уже дословно, в зависимости от контекста документа, и вот это вот document-aware machine translation, там как-то по-другому вообще, по-моему, официально называется, тоже отдельная сложная задача, и, в общем, довольно сложная. То есть, ну, как учесть контекст всего документа, чтобы правильно выбирать слова и так далее. Как правило, формулируется понятно, как. Есть предложение на некотором исходном языке, source language. Значит, есть некая, значит, машина, оракул, то есть система машинного перевода, которая должна выдать предложение, хорошее связанное предложение на целевом языке, target language. И для оценки, как правило, используется несколько, ну, используются предложения, да, и обычно либо пары предложений, значит, машинный перевод, то есть candidate sentence, либо, ну, и, либо один экспертный перевод, reference, либо несколько references. Ну, потому что понятно, что одно предложение можно перевести очень по-разному, и если у нас есть возможность получать такие пары предложения и несколько reference, мы будем честнее оценивать качество. Вот, об оценке качества мы сейчас с вами и поговорим. Вот, соответственно, в переводе нужно оценивать многое. По-хорошему нужно оценивать то, насколько текст, ну, у нас машина сгенерит какой-то последовательность слов, там, не знаю, знаков припинания, и нам, ну, как минимум, это может быть полная ерунда. То есть это может быть не, не знаю, грамматически некорректное предложение. И вот об этом тоже стоит думать. Нужно оценивать, насколько оно корректно с точки зрения языка. И вообще говорят ли так, да. В общем и целом это все называется fluency, гладкость. Ну и, конечно, если мы... Очень здорово, что мы генерируем предложение хорошее с точки зрения грамматики, там, и вообще в целом имеющее какой-то смысл. Но если этот смысл не тот, что был заложен изначально, то машинный перевод не имеет смысла. Соответственно, в соответствии тому, что было задано в исходном предложении, должно полностью отражаться в переводе. Соответственно, полнота и адекватность это называется. Вот. Значит, как это все оценивать экспертами? Ну что же, можно показывать пару. Исходный и перевод. или даже несколько переводов. Скажем, в принципе, из статистического машинного перевода всегда можно извлечь несколько вариантов перевода, если это какая-то вероятностная штука, да. И транжировать их по качеству. Ну, не знаю, если мы сравниваем несколько систем, то переводы от нескольких систем. Кроме того, очень такая удобная в плане... Если у вас есть доступ к живым людям, переводчикам, которые решают какие-то задачи с вашей помощью, то есть вы делаете переводчик для тех, кто действительно переводит, то можно замерить просто время, которое они тратят на исправление. Это вот очень такая хорошая и довольно честная оценка того, насколько перевод хорош. То есть, насколько он далек от идеала. Вот. Как-то так. Ну, это все очень понятно. Но часто бывает, что и датасеты большие, и эксперты дорогие, и нужно как-то оценивать качество. Ну, вообще, тупо, когда мы обучаем, например, модель, и дебажим модель, да, нам нужно время от времени, ну, мы с вами помним, нужно поглядывать на какие-то автоматические оценки, и есть ни одной, в общем, такой уж прям идеальной оценки нет, обычно смотрят на несколько. Мы с вами поговорим подробно только об одной, самой, наверное, известной, которая называется Blue. И, в общем, да, и обычно используются просто несколько оценок, которые, по которым показано там в соответствующих работах, что они не так плохо коррелируют с человеческими оценками качества. Так вот, Bilingual Evaluation Understudy у нее в основе три шага. Подсчет пересечений по N-граммам, сейчас рассмотрим на примере конкретно, ой, по N-граммам обычно от одной до четырех, но в зависимости от вашей задачи можно, не знаю, если вам кажется, что четырех это слишком неадекватно для ваших текстов, то можно меньше, больше вряд ли, конечно. Усреднение точности для разных N-грамм и штраф за краткость перевода. Зачем это нужно, мы тоже сейчас на примере посмотрим, потому что когда мы смотрим на точность, то понятно, как сделать так, чтобы с нулевой полнотой выдать большую точность. Вот. Да-да. Пересечение чего, с чем? То есть на грамм какого текста? Сейчас мы посмотрим, например, пересечение, ну, у нас исходное есть предложение, есть кандидат и есть референс, и насколько, ну, как точно перевод системы, системный, да, насколько он похож на экспертный. Вот. Пересечение по N-граммам вот в них как раз. Ну, вот если мы посмотрим на точность для отдельных слов, на примере, вот допустим, наша система, не знаю, допустим, какая-нибудь нейронная система, нейронная система машинного перевода на первых итерациях вполне может выдать вот такое. Значит, у нас есть, не знаю, предложение на русском, кошка сидит на коврике, и вот мы переводим на английский, и кандидат, который выдала наша система, это 7 раз слово Z. Вот. Ну, правильные переводы, конечно, the cat is on the mat, there is a cat on the mat. Ну, и там, может быть, еще можно придумать несколько референсов. и посмотрим, сколько слов из кандидата попалось в референсах, да, в экспертных. Ну, слово Z встречается везде. Соответственно, для, в каждом из референсов оно встречается, то есть, все 7 из 7 получаем совпадение единицы. Вот, собственно, где вылезает проблема точности полноты. Ну, в общем, не точности полноты, а точно, ну, да, с которой надо как-то бороться. Надо модифицировать точность, и в числитель тогда добавляем вот в сумму вот здесь, да, ну, у нас здесь всего одно слово Z, но могло бы быть, не знаю, the cat, например, да, ну, вот, сверху сумма, и, ну, в нее мы тогда берем, точнее, в числитель мы берем тогда 2, потому что самое большое число Z, которое у нас встречается, это 2 раза в референсе 1. Понятно, да? То есть, если у нас встретилось, не знаю, слишком много раз одно слово, то, ну, мы просто находим максимум вхождений в референсах в другие слова, и по нему, и его оставляем, остальное, ну, как бы обрезаем, да, такой клипинг получается. Вот, так называемая модифицированная точность. Похожая история делается для n-gram, но чуть-чуть похитрее. И мы возьмем в качестве оценки точности здесь precision, как среднегеометрическая, вот такой модифицированной точности для unigram, biggram, 3gram и 4gram. Вот. Дальше, справившись с частью формулы, которая отвечает за точность, нам надо что-то сделать с полнотой, потому что системы, ну, если обучать систему там только на точности, да, то все равно они не они не захотят добавлять лишние слова, если они рискуют за это получить штраф, да. Соответственно, когда мы системы обучаем только на точности, они будут генерировать по большей части только короткие переводы, вот, и с этим что-то надо делать, то есть нам хочется еще как-то учесть полноту в этом смысле, и мы тогда включаем brevity penalty, то есть наказание за краткость, не знаю, лаконичность. Соответственно, что мы сделаем? Ну, допустим, при оценке blue для одного предложения, ну, понятно, нескольких референсов, мы возьмем длину экспертного перевода с максимальным числом пересечений по n-gram с кандидатом и, собственно, длину машинного перевода. И в качестве коэффициентов, и зададим вот такую величину, да, 1, если длина машинного перевода больше самого похожего на нее референса, самого похожего на нее референса экспертного, и e в степени 1 минус отношение экспертного перевода к длине машинного перевода, то есть 1 минус 1 минус излишек такой получается. Вот, и blue можно считать там по каждой паре в отдельности, можно считать по всему корпусу, и, как правило, когда оценивают качество по всему корпусу, bp считают, вот здесь берут значения суммированные, суммированные r и c, ну, то есть в степень попадает все r, сумма всех r поделить на сумму всех c по корпусу. Ну, это просто детали, как это обычно происходит, ну, и, собственно, вот, итоговая формула, это brevity penalty and precision. Вот. blue далеко не идеальная метрика, обычно смотрят хотя бы на, там, две какие-нибудь другие из вот этого списка, еще, тут еще word error rate я не добавил, каждый из них плоха по-своему, ну, и, но blue, наверное, не знаю, первое, на что нужно смотреть, если ваша модель не очень хороша по blue, то по всем остальным, ну, скорее всего, тоже будет не очень. Вот. из того, что нужно обязательно отметить, это meter, это такой проапгрейженный blue, используют синонимы wordnet, и, ну, понятно, да, что здесь, в чем здесь проблема, он использует, ну, можно сказать, некоторые дополнительные знания, базу знаний, что само по себе неплохо, но не для всего есть, да, не для всего есть wordnet, и если мы переводим там на английский, то прекрасно, для какого-нибудь еще языка, где есть какой-нибудь тоже хороший тезаурус, там хорошая база база вот знаний, там, не знаю, словари синонимов, то прекрасно, если нет, то не получится. NIST, это тоже такое модифицированный blue, здесь учитывается взвешивается дополнительно, скажем так, система хвалит, систему перевода хвалит за N-граммы, за редкие, за редкие N-граммы, за то, что, за правильно переведенные редкие N-граммы, вот, и и карает за короткие тексты не так сильно, но просто в качестве, если я правильно помню, просто в качестве, в качестве R берет не ближайший, а по пересечению самый короткий. Вот, ну и TR, Translation Error Rate, использует число правок для того, чтобы привести исходный, исходный текст к референсному переводу, ну, можно сказать, можно назвать это такой прокси-оценкой для времени, которое потратил бы профессиональный переводчик для того, чтобы пофиксить текст. Вот. Ну, собственно, какие бывают системы машинного перевода? Ну, если честно, есть такое подозрение, что сейчас очень много, где системы на нейронных сетях, и особенно там с 2017 года сомневаться особо не приходится. Об этом поговорим через лекцию или через две. Но не только нейронными сетями богата эта область, и сначала все начиналось, сначала все было, конечно, не так. Мы с вами помним про Джорджтаунский эксперимент, первый переводчик, синтаксические значит деревья, несколько правил, и rule-based machine translation не всегда выглядит безнадежно, но, конечно, трудно это дело масштабировать, словари, грамматики и все такое. Статистический машинный перевод, о котором мы будем сегодня говорить, ну, чуть-чуть, конечно, но говорить, возможность использовать параллельные корпуса, то есть что такое параллельный корпус? Ну, вот если знаете, говорите, если не знаете, то догадайте. Да, может быть, еще детали? Ну, то есть текст на одном языке, его перевод на другой. Не понял. что вы переводите? как правило, это, я бы хотел просто думал из вас это самое, выжить, что, как правило, это, ну, не просто перевод, да, ну, перевод, который еще и сопоставлен, в котором еще сопоставлены хотя бы предложения друг к другу, вот, и, как правило, параллельные корпуса, ну, вот так и так и выглядят, то есть какие-нибудь наверное самый известный параллельный корпус это тексты Европарламента, это, ну, такие сухим языком написанные документы, переведенные профессионалами, да, и там легко сопоставить предложения друг к другу, там все очень предельно четко, только лексика очень специфическая и стиль, поэтому на нем мерится такое, но долгое время, ну, то есть это хорошо, хороший способ оценить свою модель, да, но просто если потом ее выпустить в продакшн, то она будет немножко странно переводить, ну, может быть, помните, когда мы говорили о языковых моделях, там был кадр, там, правда, был перевод субтитров, не перевод, а транскрипция, транскрипция субтитров, ракеты подчеркнул премьер, вместо патентный поиск, например, вот иногда специфика предметной области, вот она такие вот штуки вносит, и поэтому если обучать на текстах Европарламента, то что-то такое будет. Да, если у нас есть наборы текстов, выровненные хотя бы по предложениям, параллельные, хотя бы выровненные хотя бы по предложениям, можно попытаться выучить статистическими моделями правила, как переводить одно предложение в другое, и вот SMT очень долгое время был хорош, ну то есть как правило конечно на практике не просто не только нейронный перевод, не только SMT, но еще какие-нибудь словари, какие-нибудь костыли поверх этого всего, короче гибридные модели и это совершенно естественный подход, если у вас есть какая-то экспертиза о том, что бывает в языке, чего не бывает, если вы понимаете, где переводчику сложно и нужна дополнительная помощь, но можно использовать какие-то дополнительные тулы, чтобы поправить перевод, чтобы выбрать перевод из нескольких, вот, и гибридный перевод это на практике почти всегда, вот, ну про компьютера Aided мы говорили, это область, в которой не обязательно выдавать идеальные переводы, и скажем, вот Google Translator Toolkit-e, там прям было очевидно, что они не очень стараются выдавать идеальные переводы, то есть перевод Google Translate, например, да, на главный Google Translate, а был гораздо лучше, чем то, что в Translator Toolkit-e выдавали, вот, но, тем не менее, экономит очень много времени, вот, перевод на правилах тоже бывает разный, можно делать пословный перевод, вот это как раз для CAD-систем Computer-Aided Translation, очень сложные вещи, которые, ну, даже как-то, ну, не верится, что это действительно работает, но есть, да, интерлинговые, интерлингвистические системы, когда, в которых текст переводят на некоторый универсальный язык, и с него переводят на любой другой язык, то есть, в этом есть такой дополнительный профит, что не надо, что не надо обучать для пар языков переводчик, или там через английский как-то с потерями нести, а вот через интерлингу, ну, это, конечно, что-то за грани фантастики, вот, Эбби Кампре на проекту, я не знаю, уже сколько лет, в 2012 году они говорили, что проекту 20 лет, ну, вот, считайте сами, и это просто какой-то титанический труд, вот. Они создали свой язык, ну, если честно, я боюсь вам сейчас что-нибудь ляпнуть, потому что, ну, это закрытая система, я ее так не особо руками трогал, и не до конца, если честно, понимаю, как она устроена, то есть, там какая-то хитрая база знаний внутри, но, тем не менее, это стоит отнести скорее, 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 ну, сюда, чем, скажем, сюда. Ну, трансферные системы, это системы, в которых переводятся отдельные слова, определяют их роли в предложении, и вот какими-то структурными трюками, используя синтаксические разборы, переводят во что-то другое. Вот, наверное, самая известная отечественная система, над которой трудились многие наши великие лингвисты, этап, там, по номерам 2, 3, 4, в Институте проблем передачи информации, вот, даже выложили недавно какой-то, какой-то кусок этой системы, вот, не знаю, собрал ли кто-нибудь, попробовал ли кто-нибудь его собрать, вот, но на сайте у них есть какая-то, какая-то его версия, можете попробовать погуглить этап 3 и попробовать попереводить, ну, в общем, скажем так, далеко не всегда это как-то там какие-то там, ну, в общем, дурацких ошибок может, не знаю, не сделать каких-то, то есть не так плохо, даром, что, ну, вот, перевод на правилах. Вот, подход в статистическом машинном переводе тот, там, не знаю, к кому он восходит, к Норберту Винеру, наверное, с которым мы с вами сталкивались, когда говорили, например, о скрытых марковских моделях. Подход, в котором у нас есть исходный сигнал, который проходит через какой-то шум, и надо его декодировать на другой стороне, то есть мы верим, мы думаем, что вот исходный текст на source language претерпевает некоторый шум, да, модель зашумленного канала, и нам надо декодировать в target language. Вот, как правило, это, ну, тут все общая очень такая понятная формула, она выглядит вот так, просто применение, определение условной вероятности, мы хотим найти Y, в нашем случае это target language, предложение на target language, X предложение на source language, и обычно вот есть вот в статистическом машинном переводе есть две части, которые можно и нужно обучать отдельно, и используя их уже декодировать, то есть, ну, как это проинтерпретировать, да, P от X при условии Y, это наиболее вероятная последовательность для обратного перевода, то есть, не того, который мы хотим сделать, с поправкой на ее естественность с точки зрения языка P от Y. Ну, что такое P от Y, давайте, напомните мне, мы об этом говорили. предложение, последовательность слов, допустим, вероятность этой последовательности, значит, что нам нужно, чтобы оценить вероятность последовательности? Сколько раз такая последовательность встретилась в корпусе? А если последовательность из длины, не знаю, 10, как вы думаете, сколько раз она встретилась в корпусе? Ну, в общем, откуда мы берем P от Y, догадайтесь, мы уже с такой задачей имели дело. Как это называется? По марковскому свойству очень правильные слова. Chainrule тоже правильные слова. Что, что за штука-то такая? Я вот говорю, есть две компоненты, да, вот есть обратный перевод, а P от Y естественность текста мы хотим оценить. Даже домашку решали. Ну, давайте, скажите это. Вам на каком языке? Ну, слушайте, какая-то штука, которая оценит естественность с точки зрения языка, даст нам вероятность для последовательности слов. Ну, это слово, это все в кассу, вы говорите, но вокруг да около. Что за штука? Какая языковая модель? Спасибо. Вот. Ну, собственно, да. Модель перевода языковая модель. То есть, чтобы решить задачу статистического машинного перевода, нам нужна модель перевода, языковая модель и декодировщик. То есть, декодер штука, которая, используя вот эти две компоненты, будет нам строить перевод, выбирать перевод в зависимости от того, как это все работает. Вот. Как работают языковые модели? Будем считать, что знаем. как работает декодировщик, мы обсуждать просто не будем. Немного поговорим о том, как решать следующую задачу. Допустим, у нас есть корпус, в котором сделано выравнивание по предложениям, но нет выравнивания по словам. Хотя такое тоже бывает. Это очень дорого, очень сложно, вы сами понимаете, да? Ну, давайте посмотрим на это предложение. Представьте, что у вас таких несколько сотен тысяч. И расстройтесь. Вот. Но давайте мы переводим с русского на английский. Да? Так что давайте сделаем еще вот так. Это нет в скобочках, это выделенный токен, да, с которым будем связывать слова, которым в русском языке ничего не сопоставишь. Ну, давайте. Снаружи. Outside. Замечательное. Wonderful. Ну, здесь у нас нет никакого, да, такого глагола. Из одного два слова можно. сейчас. У меня как-то, что-то некорректно, потому что если у нас хорошая была и замечательная погода, то есть изменится на что-то будет? Значит, при... Я сейчас боюсь наврать, если честно, при таком направлении нам... Ну, ой, кстати, у меня ошибка, не говорите. А, да, что-то. Это, конечно, проблема, которую, но ее надо решать отдельно. Машинный перевод этим не справится. Можно было бы, можно было бы и так, но сейчас надо каждому слову из из сорса надо каждому слову из таргета что-то сопоставить. В обратную сторону это неверно. Ну, в общем, вот такое выравнивание. Каждому слову таргета нам нужно сопоставить позицию в сорсе, в исходном предложении. Вот. Ну, и это такая вот задача one-to-many получается. И в таком виде мы будем сейчас на нее смотреть, но надо сказать, что в реальности перевод это задача many-to-many. То есть, правильно как раз скорее переводить фразами. И для этого тоже есть статистические модели, о которых мы совсем кратко поговорим в конце занятия. Вот. Да, еще важная вещь, которую я не сказал, что в целом бывает такое, что есть наборы данных, которые не выровнены по предложениям. То есть, мы знаем, что два текста более-менее об одном и том же, то есть, там должно быть соответствие предложений, но правильно побить. Иногда бывает one-to-many в том числе и в предложении. Правильно побить помогают инструменты вроде Hungarian Align, Han Align. То есть, там такой Toolkit инструментов для обработки языка, которые начинаются на Han. Вот. Очень хорошо работает. Но это не единственная штука, которой это можно делать. Сейчас мы поговорим о моделях, которые для перевода никто уже не использует, конечно. Это старые вещи, разработанные, статистические модели, разработанные в IBM. Они до сих пор используются для построения так называемых word alignment, выравнивания слов, выставления соответствий слов в предложениях. Та самая задача, когда у нас есть два предложения, и нам нужно выставить какое слово соответствует какому. И для этого есть разные степени хитрости модели, в каждой из которых от маленького номера к большому все меньше и меньше упрощающих допущений. Ну, соответственно, они работают все одна дольше другой. Вот. IBM один вещь, которая работает очень плохо, но как-то работает, например, то есть она в базовом коде домашней работы по переводу и как-то выдает какой-то разумный и сравнительно бейзлайн. IBM Moodle 2 еще лучше. Значит, IBM Moodle 1 занимается тем, что обучает вот такие перестановки, сопоставляет слова друг к другу, считает, что каждое слово переводится одним словом. IBM Moodle 2 обучает одновременное выравнивание и лексику. IBM Moodle 3 учитывает возможность того, что некоторые слова мы просто не будем переводить. То есть в каждом из этих расширений оно замедляет время работы моделей. В IBM Moodle 4 добавлена лексикализация, то есть просто усложнение модели, добавление в нее частеречных таких подсказок, что ли. В IBM Moodle 5 трюк с заполнением незанятых позиций, то есть используются штрафы за своего рода штрафы за то, что мы слова помещаем в неправильные места. То есть это уже какой-то такой совсем перевод, перевод. Ну и шестая модель это расширенная четвертая. для скомбинированной с скрытой марковской хитрым способом. Вот. Ну мы с вами подробно разберем IBM Moodle 1. Там в ней достаточно вещей для того, чтобы поскопить мозгами несколько десятков минут собственно выучивает, какое слово соответствует какому и вот эти вот перестановки все это происходит скажем так все это происходит в ходе обучения все это происходит одновременно. Потому что в данном случае это как курица и яйцо. Чтобы мы могли оценить какое слово мы переводим каким, если мы знаем какое слово у нас переводится каким в корпусе, то сопоставление мы получаем сопоставление слов друг к другу вот эти вот выравнивания мы получаем из коробки. Ну то есть просто пройдем посмотрим сопоставим с какими-нибудь юристиками поверх потому что не всегда так уж однозначно но тем не менее. А если у нас есть выравнивание то мы словарь из коробки получаем. Но когда у нас есть наборы параллельных предложений у нас нет ни того ни другого ну попробуем оценивать модель сначала курицу потом яйцо сначала курицу потом яйцо вот и этот подход наверное вам что-нибудь напоминает. То есть вот что за такой метод когда мы у нас есть два набора некоторых там параметров два набора вещей используя которые по очереди в обучении мы их которые мы обучаем используя друг друга по очереди как константы в кластеризации было что-то такое да как это называется отлично как метод назывался в кластеризации комминс правильно а в вероятностном случае что мы делаем у нас этот подход был несколько раз кстати expectation maximization то есть у нас есть две группы параметров это alignment да то есть вот эти выравнивания и есть вероятности вот какое какое слово должно какое слово мапится в какое да какое слово сопоставляется какому вот и собственно вот это пример из слайдов мт-класс там машин translation класса слайдов Филиппа Коэна который там кто-то другой читал Филипп Коэн это человек который автор книги статистику машин translation просто библия этой области и то есть человек который разработал Moses это open-source переводчик такой очень удобно расширяемый обучаемый и так далее вот ну давайте посмотрим вот допустим абстрагируемся уже от того что у нас там какая-то language model translation model будем рассматривать исключительно translation model как прямую задачу хотим оценить и там не знаю E там English допустим при условии French ну или Finish если хотите ну короче у нас есть F исходный язык и мы хотим получить мы хотим получить E A это alignance L F это длина предложения на исходном языке L E это длина предложения на целевом языке то есть в данном случае английском вот и будем оценивать вероятность предложения при и предложения и выравнивания при данном исходном предложении вот таким образом в целевом предложении у нас L E позиции для слов и вариантов слов и вариантов на которые мы можем их поставить L F да плюс один там для NAL просто такой знаменатель на самом деле у нас сократится но и произведение некоторых скоров ну там оценок вероятности на самом деле данного слова на английском при условии слова на французском сопоставленного с помощью с помощью как раз alignment да alignment у нас alignment у нас есть и для всех для всех слов в английском предложении epsilon здесь это нормирующая константа нормализующая константа мы сейчас даже даже не будем сейчас пока смотреть как именно что именно каждое что здесь epsilon сократится что здесь t мы его как раз будем выучивать ну вот запомним что в нашем мире в нашем видении мы будем задавать это вот так это конечно допущение да то есть здесь не задавать эту вероятность таким образом конечно варварство но вполне работает давайте посмотрим что значит эти t это вот такие оценки для скажем для слова ist в немецком в английском будут сопоставлены если мы сортируем по вот этой вот оценке то будут is апостроф s exists has are и так далее в общем все выглядит довольно естественно это выученные как раз вот эти величины просто чтобы было понятно что что же все-таки мы хотим выучить ну и вот пример оценки последовательности английских слов при фиксированном выравнивании ну вот этом для предложения на foreign language ну вот оно будет выглядеть как-то так то есть 0.0028 на константу перемножаем соответствующие оценки вероятностей скорой для правильного английского предложения для фиксированного выравнивания то есть когда у нас все есть вот эту вот вероятность мы можем оценить вот так ой длина да почему в третий да я думаю я думаю что это все-таки ошибка то есть должно быть 4 в пятый ой 5 в четвертый да ну вот если мы считаем что у нас есть правильный лайнвинг да вот как здесь вот видите у нас а как бы есть да вот то это будет так то есть мы считаем что у нас означено есть все такое ну в общем если у нас есть корпус с выравниваниями по словам то ну мы в дамках и ничего нам такое не нужно а если нет то приходится придется играть в курицу и яйцо и значит обучать все М алгоритмам проинициализируем выравнивание и вероятности равномерно на шаге expectation будем оценивать вероятности выравниваний то есть на шаге Е мы будем настраивать выравнивание а на шаге М обучать параметры модели причем я вот удивился потому что мы с вами и М алгоритм лучше всего разбирали на примере тематической модели да мы там что там мы PLSA учили если я правильно помню вот и там там как раз вот все точно так же сначала мы обучаем параметры используя там переосмысленные нами счетчики а потом мы обновляли некоторые счетчики да и используя параметры модели вот так и здесь у нас на Е шаге мы будем оценивать вероятность выравниваний а на М шаге ну вот набирать набирать некоторые счетчики которые и будут параметром модели ну в смысле что значит счетчики да как как оценивать если у нас есть размеченный корпус в котором словам сопоставлены слова как мы будем оценивать вероятность того что такое это слово переводится в такое ну да сколько раз это происходит там вероятность Е при условии F да это сколько раз этот перевод произошел поделить на сколько сколько в принципе в тексте F да вот и здесь используется то же самое такая вот такая же оценка ну вот ну и повторять B и C B и C досходимости давайте теперь посмотрим конкретно на модель тут придется немного поскрипеть значит написано применяем chain rule но на самом деле мы просто применяем определение условной вероятности значит что мы хотим мы хотим вероятность alignment'а при данных предложениях на целевом и исходном языках давайте тогда уберем давайте тогда возьмем вот вот эту нашу формулу и E уберем за палку да ну и тогда мы получим тогда мы получим вот такое ну понятно по определению условной вероятности как считать верхнюю мы знаем мы только что это выписали а вот нижнюю как всегда нам придется немного помочиться тут будет большое суммирование по всем возможным alignment'ам соответственно по всем возможным вариантам от для немецкого языка да в смысле для немецкого предложения от позиции 1 до позиции до позиции LF от позиции 0 точнее да для до позиции LF для первой позиции для второй позиции то же самое и так далее для ну короче для всех позиций в английском предложении суммируем по всем по всем вариантам сопоставлений из foreign вот эту нашу замечательную величину то есть по сути мы делаем маргинализацию по всем возможным alignment'ам по всем комбинациям да которые мы рассматриваем ну и что получается ну воспользуемся нашей формулой да которая была пару слайдов назад и дальше сделаем трюк просто здесь у нас сейчас много сумм длинных произведений ну так давайте раскидаем их по скобкам просто если внимательно посмотреть то вот это прекрасно переходит в сумму в сумму произведений где в каждых скобках будет фиксировано фиксировано слово на фиксировано слово на исходном языке на немецком то есть P E там 0 1 2 3 4 при условии одного и того же F понятно как мы это получаем то есть здесь у нас сумма много сумм длинных произведений но в каждом из этих произведений каждый 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 множитель да он мы можем раскидать на сколько сколько у нас здесь L E множителей да в каждом тогда сделаем L E скобок в каждой в каждой из которых будет будет сумма вот таких вероятностей и тогда по по одному ну то есть каждая каждая из произведений когда мы это раскроем да вот если мы вот это раскроем каждое из произведений будет содержать в себе по одной по одному из слагаемых из каждой скобки и это будет перебор всех возможных вариантов здесь мы перебираем для каждой позиции л.ф. и вот здесь будет как раз л.е. скобок в каждой скобок будет фиксировано вот f после палки вот это вместе смотрите это ну вот здесь мы маргинализуем по всем элементам дальше для как дальше для каждого элемента элемента да то есть а а один сопоставляет 1 сопоставляет пепе 1 по первую позицию 1 первую позицию 2 первую позицию 3 и так далее вот каждая сумма она перебирает вот так вот такое для каждой позиции элемента из с нуля и за нула вот соответственно можно можно взять можно взять и преобразовать это в произведение скобок и когда мы вы когда мы раскроем скобки ну если мы раскроем скобки то есть каждая у нас будет взята по одному по одному слагаемому и соответствующие перемножение и будут вот этими ребятами понятно да ну в общем это надо просто не знаю дома сесть попробовать и так далее ну вот и благодаря вот такому простому арифметическому трюку мы получаем здесь возможность посчитать длинное произведение вот такое только один раз да не считать много их просто посчитать несколько сумм и их перемножить и ну то есть вычисления становятся разумными в смысле времени и всего такого так значит мы у нас есть числитель у нас есть знаменатель значит мы можем посчитать вот это соответственно вот вероятность элемента при при данной паре предложений значит числитель и знаменательного сокращаются наши замечательные нормализаторы для того чтобы это была честная вероятность на и получаем то что получаем произведение вот вот произведение вот таких числителей знаменателей то есть для для каждого для каждого слова в предложении на английском целевом языке вот все я шаг закончился мы оценили вероятности всех лайментов при данных при данных предложениях теперь м шаг ну м шаг должен оценить вероятность слова при условии слова до для разных языков ну как мы это сделаем ну давайте сделаем взвешенные счетчики просто про суммировав для всех лайментов для всех выравниваний для для соответствующих пар предложений для слов только для тех слов которые есть в этих предложениях которые мы хотим оценить ну то есть просто берем соответствующие соответствующие вероятности из алайментов и складываем дельты здесь это просто индикаторы что для данного предложения в данном предложении есть данное слово вот посчитали ну и как мы уже сказали уверенно заметили надо просто посчитать относительную частоту на вот такую относительную частоту с частоты с обновленными частотами мы просто тоже просуммируем по всем парам для заданных для заданной пары слов в английском и исходном предложении вот понятно как это работает алгоритмически почему это примерно то же самое что было с тематическими моделями ну вот что здесь происходит понятно не ну то есть это умножение дальше идет на индикатор то есть это может быть 0 конечно же ну ежи то это слово про expectation я не очень понял но в смысле для пить для переоценки дает ну можно сказать можно сказать что дает что да что это что-то вроде expectation да вот так идем дальше давайте ну в общем почему это семейство моделей потому что если то есть посмотреть на их формулировки то они строятся каждая из них базируется на моделях более низкого порядка и обычно чем выше порядок тем вычислительно труднее обучение то есть если вы решите вот скажем в домашней работе использовать там следующую модель там в коде IBM model one используется если какую-нибудь там дальше из реализованных в нлтк вы очень быстро убедитесь насколько это долго все считается и совершенно грустно придется ждать несколько минут вот ну и все они моделируют выравнивание many to one в жизни конечно переводят все таки люди которые переводят они переводят обычно фразами да поэтому это модель бы не думая не насколько хорошо модель ну если у нас есть вероятностная модель перевода мы всегда можем посчитать что-то вроде перплексии которая должна падать при обучении потому что там ну энтропия все дела вот ну вот да IBM model 2 будь тоже выучивает выравнивание на переводы составляющих слов явно не связаны то есть здесь у нас не просто произведения произведения еще двух компа двух компонент и и работает это все значительно дольше вот давайте пару слов о том что такое фразовые модели в машинного перевода как я сказал они обучают many to many и обычно это работает обычно ну то есть чтобы чтобы воспользоваться фразовым переводом нам надо построить некоторую таблицу вероятностей сочетаний слов да что есть кто в кого в то кто с кем сочетается кто в кого переходит сейчас посмотрим на картинку что интересно фраза в данном случае это не фрейс как как это называется не конституент не 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 короче не не группа да не непосредственная составляющая в смысле не в теме в смысле синтаксиса да то есть проводили опыт и пробовали использовать как-то типа в модели хвалить вот эти вот и и им именно вот группы там не знаю именные глагольные и так далее и их используют для перевода но добиться какого-то разумного качества не получилось то есть фраза это то что выучивает именно выучивают именно статистикой как что-то что часто встречается и подходит для перевода вот ну и вот например переводы слова натюрлих фразами и понятно вот мы смотрим на это и конечно понятно что ну что фразовый перевод имеет смысл потому что ibm моделям с этим сложно вот ну фразовые модели тоже вероятностные модели которые кроме прочего используют вот некоторые спины то есть для выучивают какие полоски да я не знаю как правильно спин перевести участок интервал да в какие пи в какие переводятся кого куда нужно переставлять тут я не буду рассказывать ничего подробно но работают они разумеется гораздо лучше потому что это несколько более естественная вещь ну вот пример фразовой таблицы по моему в данном случае как раз обучили модель выравнивания слов построили фразовую таблицу значит тоже английский немецкий и вот не знаю will stay да у нас во что переводится right house переводится нет что странное хаус на нет хаус переводится в хаус вот ну и вот у нас есть такая такая таблица и на ее основе нам надо как-то выделить фразы ну для этого есть какие-то там методы вот например с юм с дэт в кусок фраза на немецком такая история ну все таки статистический машинный перевод это может быть какие-то комбинированные подходы да но собственно статистический машинный перевод это довольно давно уже не стоит у за арт а стоит у за арт сейчас конечно показывают крутые результаты совсем другие подходы ну вот не знаю это от фейсбука сверточная история это картинка знаете откуда это что-то про attention здесь кстати по моему ну да здесь пик пикинг по моему только хотели изобразить ну короче это из open nmt open neural machine translation проект такой который из гавард нл пива с где реализовано несколько моделей машинного перевода то и такой практик практически использовать его на практике можно очень удобный вот это видели картинку это google neural machine translation они написали написали статью как у них работает нейронный перевод который на тот момент уже даже раскатили по-моему на несколько пар языков но это не помню это 16 год по моему ну а это это картинка конечно же это трансформер внимание это все что тебе нужно статья 2017 года и в общем вещь которая ну своего рода революцию до совершила небольшую в нл пи пару лет назад сделав машинный перевод очень быстрым и нейронный машинный перевод очень быстрым на карточках потому что использует механизм self-attention в смысле справиться ли в смысле чтобы если вы будете сдавать смысл вы имеете ввиду домашку по машинному переводу ну я там нейронную сеть мне кажется даже на цепи учил для того чтобы обучить разумный перевод вот потому что ну датасет очень простой там словарь маленький у нас фонемы игра и эти самые его и графемы вот но короче да нейронную сеточку там обучить очень хорошо очень рекомендую это вот но инструментов очень много и я если вы будете браться за задание по машинному переводу это вот оно в общем-то обещанное задание с нейронными сетями очень рекомендую очень рекомендую попробовать разные штуки можно хотел по нмт взять можно вот джо и нмт например хороший учебный код где разобраны стандартные на настоящий момент модели нейронного машинного перевода не самый эффективный конечно ну потому что он пожалуй вот из-за того что он в учебных целях так выглядит но тем не менее все равно его использовать можно то есть очень разумный мэриан нмт это такой переводчик который вообще начался как чей-то хакерский такой проект на каком-то хакатоне и в общем пацанам удалось достичь какой-то фантастической фантастического быстродействия в том числе на цпу вот так что на сиписус по-моему написано это в общем очень рекомендую если вы если вы вдруг когда-нибудь захотите что-нибудь по-быстрому там продакшен запустить то marion нмт будет быстрый вот ну и вообще очень много сейчас всяких реализаций всяких разных цветов и точнее как все всех сортов расцветок точнее секвенс-то секвенс с аттеншенами без аттеншена так что можете брать что угодно вот ну понятно что если вам нужно что-то для какого-то дела за использовать машинный перевод то лучше все-таки воспользоваться че чьим нибудь сервисом потому что ну дьявол в мелочах да то есть если вы обучите там какую-нибудь модель нейронную нам конечно будет переводить иногда что-то разумное но со многими тонкостями которые фиксятся только там какими-то дополнительными костылями ну как-то в общем не верится если вам что-то нужно для для практики то скорее и именно о переводе языка они просто там не знаю секвенс-то секвенс задача какая-нибудь то лучше воспользоваться каким-нибудь са с решением там чим-нибудь чем-нибудь об чей-нибудь опишкой вот но это не бесплатно обычно но бизнес есть бизнес вот данные данных много всяких есть датасеты каких только нет в яндексе есть хороший русско-английский датасет параллельных текстов есть много датасетов с дорожек при конференциях WMT Таус да в общем много всего можно с википедии начать и просто погуглить что люди используют вообще просто посмотреть что на последних конференциях люди используют для того чтобы сравнить качество моделей вот написано статистическом машинном переводе много вообще о машинном переводе тоже много написано область популярная область страшно интересные и сложные и поэтому в общем можно полистать статистикал машин транслейшн колена или там хотя бы слайды хорошие лекции института системного программирования ран где тоже где читают где читали курс точнее лекции об этом ну и Продолжение следует...